Итак, что тут у нас? Ну, во-первых, Дженет Йеллен вчера сказала, что увеличение бюджета налоговой на 80 миллионов долларов снижать нельзя, потому что, цитата, «это помешает налоговой провести усовершенствование обслуживания». Ну да, у них же там обслуживание клиента на первом месте, так что... Нет, снижать нельзя. А еще у нас есть новости по поводу того, что только что обслуживание процентов по госдолгу США превысило 1 триллион долларов в год. И с нами в студии Кэрол Родж, чтобы это обсудить. Привет, Кэрол. Привет, Глент. Какое прекрасное достижение, ты не находишь? Наконец-то выплаты по процентам, выплаты по нашей кредитке стали больше триллиона долларов ежегодно. Да, но мы же можем занимать и дальше, по все более высоким процентам. Верно. Так что скоро может стать и 2 триллиона. Да. Эта математика изумительна. Как говорил Эйнштейн, сложный процент — это восьмое чудо света. Ты или получаешь с него доход, или же выплачиваешь его. И мы его выплачиваем. Подумай вот о чем. Помнишь этот счетчик долга в Нью-Йорк-Сити? И он был, я уже и не помню, с чего они начинали? Где-то 5 триллионов долларов. И дойти до 6 заняло целую вечность. А теперь каждый год только по процентам. И это только начало. Только по процентам. Триллион долларов. Да. И по-моему, люди не осознают, что это цена финансирования того, что мы уже купили. Мы не получаем ничего нового. Это вытесняют другие траты по мере увеличения нашего долга. Это забирает производственный капитал с рынков, который развивает экономику. Это худший способ тратить деньги, если ты у себя дома, и ты потратил слишком много со своей кредитной карты, и теперь вдруг ты выплачиваешь все эти проценты, то ты говоришь своей семье, это идиотизм, нам надо привести свои дела в порядок. А твоя семья говорит в ответ, нет-нет, нам просто нужна еще одна кредитка. Точно. И я буду выплачивать эти проценты, а эти проценты, ведь я их особо не погашаю, эти проценты будут становиться все выше и выше, так как вместе с ними растет и риск. Но ты же знаешь, как иногда бывает, ну, когда у тебя есть кредитка, и ты смотришь, о, вот отличное предложение, первое время нулевые проценты по кредиту, переведу, наверное, оттуда. Но у нас нет такой возможности, ставки продолжают расти. По-моему, за последние 19 месяцев они удвоились, если смотреть на ставку финансирования для правительства США. Так что нам приходится платить все больше и больше по всем нашим займам, включая процент, ставку финансирования этих займов. Итак, всего пару месяцев назад я видел, что плата по проценту была 700 миллиардов долларов в год. Это было всего пару месяцев назад. А теперь она уже триллион долларов в год. А мы рефинансировали всего только треть, правильно? Не знаю, может и меньше. Я знаю, что пару месяцев назад по третий госдолга подошли сроки выплаты в течение года. Не знаю, выплатили ли мы. Более того, они сказали, что им придется занимать. Забудь на секунду оплату процентов. Новые деньги, сказала Джанет Йеллен из Минфина. В течение следующих шести месяцев почти 1,6 триллиона долларов. Это невероятно. Кэрол, пару лет назад у меня тут был Брайан Риддл. Да. И мы с ним обсуждали эту проблему. Он говорил, насколько она вырастет. И то, что он тогда говорил, и он тогда это повторял раз за разом. Почему бы нам не взять эти краткосрочные кредиты, которые мы делаем? Ведь ставки были очень низки. И не перевести их в долгосрочные, ведь мы могли бы всего этого избежать. И обычно я говорю, ну, государству плевать, оно хочет тратить больше денег. Но это обратная ситуация. Они собираются потратить деньги на то, что они не получат. Они просто дают деньги кредиторам, вместо того, чтобы тратить их на свои программы. Это даже хуже для тех, кто хочет тратить. Почему они тогда этого не сделали? Это огромная тема. Не знаю, знаете ли вы Стэна Дракенмиллера? Он экономичный инвестор-миллиардер, очень умный и жесткий. И он сказал, он сказал Эллен прямо в лицо. Это самая большая ошибка, которую мы когда-либо совершали. Сам факт того, что вы не взяли весь этот долг и не перевели его в долгосрочный. И теоретически, я с этим согласна. Мы с вами даже говорили об этом. Но когда мы начали исследовать эту тему, то выяснилось, что причина, по которой они этого не сделали, это потому, что не могли. Почему? Был недостаточный спрос на эти, ну, знаете, высокодоходные облигации. Потому что мы уже столько набрали. Именно. И что происходит, когда нет спроса, а вы повышаете предложение? Ставки начинают расти. И в экономических кругах посчитали, что это бы убило экономику и вызвало бы крах казначейства, крах рынка казначейских облигаций. И если почитать, вышел новый доклад. Комитет по казначейским делам только что выпустил доклад, в котором говорится, что на данный момент они рекомендуют выпускать более краткосрочные облигации. Ну, знаете, двухлетки, пятилетки, может, десятилетки, вместо нашего обычного долгового размещения. Звучит как инфляция. Нет? Пусть она порастет некоторое время. Потом мы, конечно, вернемся к норме. Но причина в том, что нет спроса на предоставление правительству США долгов на 30 лет. Так как выплачиваемая процентная ставка не принесет прибыли. И это настоящая проблема. И она никуда не денется. И знаете, они говорят, ну, это такой период, мы снизим наши расходы, у нас столько хороших программ, но у них нет никаких намерений снижать расходы. У нас еще и геополитическая обстановка нестабильная. И тут выходит Эллен и говорит, да нет, у нас полно денег на финансирование. А теперь... Это же безумие. Все еще хуже. Наша финансовая ситуация весьма пугающая. И данные, которые приходят с рынка гособлигаций, очень и очень серьезны. И, естественно, они сделали ее очень путанной. Так что обычный человек ничего не поймет. Но цифры выросли уже настолько, что люди этого даже не смогут осознать. Итак, но я ведь уже давно об этом говорю, что нам придется заплатить. Об этом говорил еще Рональд Рейган, еще Рузвельт. Если у вас дома бардак, то когда-нибудь наступит момент, и все рухнет. Но не похоже, чтобы все рушилось. Ну, то есть все плохо, но люди до сих пор говорят мне, мы не потеряем статус резервной валюты, все будет хорошо. С долларом все будет хорошо, как-нибудь и это переживем. И я... и они не могут объяснить мне, как. Но, похоже, они правы. Сколько все это еще может продолжаться? Ну, это... вопрос на триллионы долларов. Мы не знаем. Мы смотрим на исторические отрезки. Вот отмотаем 50 лет. И мы исторически воспринимаем это как небольшой отрезок. Но когда мы сами в нем живем, то это существенный отрезок нашей жизни. Так что взять и сказать, что это произойдет через день, или через неделю, или что там еще. Мы знаем, что движемся к пропасти. Ведь что было все эти годы? У нас невероятно продуктивное население, очень изобретательное. Я в этом не уверен. Да. Мы уже далеко не те. Но это еще мы. Да, это так. И мы лучшие из того, что есть. Так как наш Центробанк не единственный в мире, кто совершает все эти грехи. Так что еще неизвестно, что хуже. И как мы уже ранее об этом говорили, что когда смотришь на все эти изменения мирового финансового уклада, не каждая война вела к новому мировому финансовому укладу. Но каждый новый мировой финансовый уклад приходил в итоге войны. И если же, не дай бог, все эскалирует еще сильнее, то тогда появится возможность переначать концепцию резервной валюты и концепцию долговых займов. Все начнет меняться. Начнут меняться правила игры. Это будет как кнопка перезагрузки. И я искренне надеюсь, что это будет восприниматься как позитивный, хороший вариант. Кто же... Кто же будет на все это смотреть и думать, о, прекрасная возможность для великой перезагрузки. Нет, конечно же такого нет. Да, конечно. Кэрол Ротт, хотел бы я, чтобы у нас было побольше времени. Спасибо, что пришли. Она автор книги «Вы будете владеть ничем». Она бывший инвестиционный банкир, и она объяснит вам про ваш город, вашу работу, ваши финансы. Читайте книгу «Вы будете владеть ничем» и принимайте решения по поводу вашей жизни. Кэрол Ротт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...